Всем привет! Вы на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет рубрика ТВ. И сегодня я вам хочу рассказать о приставке цифрового телевидения Локус ЛС-08. Эта новинка появилась на нашем рынке. Вот я захотел ее приобрести и показать вам, стоит ли его покупать или нет. Сейчас я его распакую, посмотрим какая у него комплектация, подключим телевизор и посмотрим, что он способен и скажу свое мнение, понравится он или нет. Вот такая коробочка написана. Прием цифрового DVT-T, DVT-2, DVT-C. Цифровое телевидение сигнала на аналогом ТВ. Декомпрессия есть MP4, MP2. Поддержка расширения видео 1080p, 1080i, 720p, 576p и 576i. Универсальный пульт, LED-дисплей, поддержка многоязычного меню, функция PRV, таймшифт с использованием внешних USB накопителей, цифровой аудио-выход, выход HDMI имеется, разъем USB 2.0, воспроизведение различных файлов мультимедиа, APG, электронный путеводитель, автоматический ручной поиск канала, поддержка Wi-Fi, есть IPTV, YouTube и другие интернет-приложения. Ну, посмотрим, интересно. Такая коробочка, такая небольшая. Вот так открываем. Сразу у нас в комплектации встречает инструкция руководства языка на русском языке. Здесь написано IPTV Megagol 1080, кодек 264. Это уже можно сказать хорошо. Ну, такая инструкция серьезная, видите, хорошая. Здесь все описано, как вставить пульт, как подключить к телевизору, гид по обстановке, все как сканировать, все настройки. Так что разобраться все можно. Дальше у нас встречает вот такой кабель, такие тюльпаны, как в народе называют. Так, HDMI кабеля еще не ловит уже. Так, что у нас? Есть в комплекте батарейки уже хорошо. Вот такой, сейчас покажу пультик. Пишут универсальный, видимо удобный. Ну да, здесь вот можно. ТВ-радио. Ну, обычный пульт, как в всех ТВ-приставках, маленький, удобный. И вот сама приставочка. Так, видите, хорошо упакована. Это уже хорошо. Сейчас мы ее... Видите? Так, ну, плюночка уже немножко снялась. Ну, я люблю так пленки снимать. Ладно, я думаю, все эти любят. И вот на переднем корпусе написано. Locus LS08 название модели. USB-флешка, чтобы подключать, там, смотреть фильмы с USB, разную музыку слушать. Переключение здесь канала. Вот видим индикатор. Здесь табло должно светиться. Корпус сам металлический. Сейчас многие начали, ну, любят, нравится, когда металл. Вот такая вентиляция хорошая, так что перегрева не будет. Дальше. Антенный вход. Антенный выход на передачу. Вот USB сюда можно подключать Wi-Fi адаптер, HDMI выход и выход тюльпоны. Вот такой тюнерок маленький, компактный, удобный, хороший. Ну, а теперь что? Пойдем подключим к телевизору и посмотрим. Поехали. Итак, подключаем наш тюнерок к телевизору и смотрим, на что он способен. Ну, сейчас выставим язык, чтобы было поболее понятно на русский, да? Там болгарский, есть английский, грецкий. Вот, посмотрите. И вот русский. Ну, сохраняем. Так, теперь. Поиск каналов ищем открытая страна Украина. Ну, у меня как антенна с усилителем, поэтому включаем питание от антенны. И делаем автопоиск. Ну, и сейчас ищем, какие каналы, что он найдет. Вот идет поиск каналов. Первые каналы пошли. Сейчас посмотрим, что мы идем. Так что, я нахожусь в Днепропетровской области. Получается, антенна у меня с усилителями, поэтому может поймать сигналы не только с одной вышкой, а с нескольких. Ну, уже 32 канала есть. Вообще, Т2 в Украине 32 канала идет. Ну, видите, вот еще пошли. Это уже другая вышка. Там могут областные каналы немножко отличаться. Ну, сейчас посмотрим, какое качество сигнала. Как работают каналы, видите, уже 56 каналов. Но если 64, а то уже две вышки. Видите, 64 канала. Уже две вышки поймал. Вот. Ну, антенна обычная, польская. Вот эта сеточка с усилителем. Питание на антенну я не ставлю. Ну, сам блачок такой есть. А кидаю антенну напрямую в чинерок. И чинерок питает эту антенну. Поэтому блок питания не обязательно. Усилитель уже стоит на антенне. Просто здесь в настройках выставить усиление. И вот все, каналы установлены. Сейчас смотрим на качество. Убираем звук. Ну, видите, вот уже каналы отсканированы. Смотрите. Ну, это два, потому что с двух вышек два одинаковых. Ну, вот меню видите. Какие каналы есть, работают. Все, все каналы отсканировались. Вот. Этот есть. Качество картинки мне нравится. Очень хорошие. Ну, вот видите. Областные каналы работают. Вот эти. Ну, тут видите. Здесь просто вот этот канал есть. Одиннадцатый. Это наш Днепропетровский канал. Что-то. Ну, сигнал есть, но он не показывает. Наверное. Или перерывили. А вот этот, где написано тест. И что-то шло. А потом рамка. Так. Ну, что. Посмотрим дальше. Полазим по настройках. Что еще есть в этом тюнерке? Меню. Ну, и вот здесь. Редактор каналов. Можно двигать. Вот. Красной кнопочкой перемещать. Зеленой пропустить. Блокировать. Удалить. Можно лишние каналы поудалять. Поперемещать. Как вам удобно. Выставить свой список. Телегид есть. Сортировать по нумерации. Автонумерация. Можно включить. Обновление списков канала. Тоже включается. Вдруг там какие-то перемены. Оно будет просто обновляться. Так. Дальше идет. Формат экрана. Авто. Разрешение. 10. 80. Пал. Изменение громкости. Все каналы. Это можно, например. Ну, если на одном канале звук тихий, а на одном румке, оно делает так, чтобы одиноковый примерно был. Настройка. Это прозрочность. Видите, можно 10%. 20. И вот видите, прозрочно делать меню. 0. 10. Яркость. Ну, по своему вкусу настроить все как надо. И настройка дисплея. Вот изображение. Вот. Средний. Высокий. Это впереди дисплей. Вот низкий. Вообще спереди не видно. Там пишется время. Потом среднее. И вот высокое. Отображать можно на дисплее время или номер канала. Вот. Дальше переходим меню. Дальше нажимаем кнопочку меню. Следующее. Это поиск каналов. Ну, мы уже вам показываете. Поиск открытый. Автопоиск. Ручной. Регион Украина. Питание антенны. Мы включаем. Дальше. Настройка таймера. Это регион. Ну, я авто ставлю. И оно типа с вышкой делает. Таймер сна. Время ожидания в режиме ожидания. И таймер питания. Далее. Далее у нас язык меню. Ставим русский. Телегид. Авто. Язык. Цифровой звук. Ну, вот это все потом при настройках разберусь. Дальше. Можно выставить родительский контроль. Пароль 0.2. Я не знаю. Куда там можно ставить. Но все-таки установить пароль. Сброс на заводские на стол. Тройки. Информация. Вот версия прошивки. Обновление ПО. Можно через USB найти в сети. Сейчас прошивок очень много. Скачать прошивочку и обновить. И настройка сети. Сейчас мы настроим. Настройка сети у нас. Wi-Fi включено. Сохранить. Сейчас сделаем настройку Wi-Fi. Подождите. Ищем мою сеть. Вот моя сеть. Вот сюда вводим пароль. Сейчас я введу парольчик. Нажимаем сохранение сети. И вот видите. Вот этот значок появился. Сеть уже сохранена. Так. Wi-Fi мы сеть настроили. Так. Здесь больше в этом меню ничего нет. И вот интересное меню. Мультимедиа. Это воспроизведение. Можно с флешки. Файл. Видео. Музыка. Изображение. Записи файла. Тоже нужно установить флешку. Или там другое USB устройство. И записывать передачи программы с этого тюнерка. Настройка записи. Записывающие устройства. Вот и USB диск. Таймшиф. Ну это все. Там разбираться надо. И форматы записи. И форматы файловой системы. И формат записи. Это все когда поставится флешка. Можно записывать программы передачи. И вот интернет функции. Вот первая интернет функция. Это погода. Видите. Здесь какие. Вот. Запорожье. Видите. Интернета подключена. Быстро она работает. Можно посмотреть погоду. На пять дней. Вот. Разные города. Видите. Города Украины. Все там есть. Какая погода. YouTube. Сейчас посмотрим как YouTube работает. Так. Обновление. И вот видите. У нас идет. Вот YouTube. Ну что мы сейчас посмотрим. Попробуем запустить. Как будет работать YouTube. Работает он или вообще или нет. Ну идет. Видим загрузка. И в YouTube пошел. Видите. Все работает. Так. Запускаем. Идет загрузка. Сейчас посмотрим как работает YouTube. Видите. YouTube пошел. Все работает. Все хорошо. Так. YouTube у нас работает. Настройка почты Gmail. Вогин пароль будет пошли. На этот тюнерок приходить. RRS чтение. Разные новости. Видите. Кто хочет. Можно почитать. Здесь на английском. Яндекс. Разные. Потом IPTV. Можно установить свой плейлист. И. Синей кнопочкой с флешки. Можно загрузить плейлист. И смотреть IPTV. Все будет работать. Показывать. DLNA. DMR. Можно настроить. Управление. Ну на телефон. Там можно картинку передавать. Но это тоже настройки. Так. Сталкер порталы. Можно настроить. И IPTV. Вуд. И настройки. Если в кого-то есть аккаунт. И MegaGo. Вот видите. Смотреть. Например. Фильмы. Сейчас попробуем запустить. Как работает MegaGo. Вот видите. Пошел фильм. Так что тюнерок хороший. Я советую. Все в нем работает. На последней прошивочке. Locus L08. Интересный. Тюнерок. Т2E. Вот кинотеатр Иви даже есть. Сейчас посмотрим. Да. Иви не работает. Ну на этой прошивочке. Вот такие интернет функции. Вот такой тюнерок. Не знаю. Он мне понравился. Маленький. Корпус металлический. Шустренький. Так что советую. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Дизлайки. И вот такая была сегодня рубрика ТВ. Ждите следующих видео. Там будет очень интересно. Там будет очень интересная распаковочка. Идет очень куча много товаров. Она заказывала всего. Будут разные категории. Женские. Мужские. Кое-что для изготовления вина даже мне идет. Разная там бижутерия. Разные товары Xiaomi. Она заказывала только издать. Еще будет много разных ТВ приставок. Т2. Комбо Т2 С2. Будет интересно. Так что подписывайтесь. Ставьте на колокол. Чтобы ничего не пропустить. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.